Всем привет, дорогие друзья, с вами Казида Юрьевич, и сегодня мы с вами находимся на шестом сервере провинции. Ребята, весна продолжается, это значит, что пора купить себе какую-то новую машину, на которой можно будет рассекать, в общем-то, по зеленой провинции. Дружище, если ты не играл в русскую GTA, то, в общем-то, я тебя приглашаю, ссылочка есть в описании, можешь по ней перейти на официальный сайт и скачать оттуда лаунчер. Чтоб ты понимал, лаунчер сейчас за тебя самостоятельно все скачает и установит, то есть тебе нужно только указать, где у тебя будет папка с игрой, и все, никаких проблем. Сегодня, ребята, мы более подробно посмотрим на тачку, которую я давно себе приметил, но все не знал, покупать ее или нет. Ну и после ваших комментариев и советов по поводу Хаммера, я все-таки так подумал, решил, что Хаммер я брать себе не буду, потому что есть, в общем-то, логичное объяснение. У меня есть Кадиллак, у меня есть Урус, и, ребята, у меня есть Гелик, то есть у меня три внедорожника, и четвертый мне вообще не нужен. Что ж, дружище, если ты будешь играть вместе со мной, то через клавишу М в реферальную систему ты можешь ввести мой промокод, который называется Юрич Топ Гейминг. Он даст тебе хорошие солидные скидки на покупку первой своей тачки, а также квартиры. Итак, друзья, давайте зайдем уже в магазин и посмотрим на машину, которую я хочу сегодня себе приобрести. Ну и на самом деле устроим сейчас настоящий для нее тест-драйв. Итак, друзья, как вы знаете, у нас на проекте была Лада Веста, и вот буквально пару дней назад, ну, может, неделю, у нас было свежее обновление, где в Карпаке добавили Ладу Весту Спорт. Ну и, как вы прекрасно видите и понимаете, это одна и та же машина, единственное, Спорт должна ехать немножко быстрее. Ну и плюс, ребята, вот эти всякие спойлеры, юбки и, в общем-то, всякие бампера, это тоже выделяет машину из толпы. Я считаю, что когда у нас на провинции появится возможность тюнить тачку полностью, то есть ставить самому обвесы, то Лада Веста Спорт немножко как бы поутирает свою вот эту вот цену. То есть я думаю, что многие ее вообще брать не будут, потому что она стоит в два раза дороже, чем обычная. По своим езданым характеристикам, кстати, я не смотрел на провинции инфо, какая разница, но, думаю, не такая уж и большая. Как вы поняли, сегодня мы будем покупать именно, ребята, вот эту самую машину. Я хочу устроить тест-драйв, 5 тысяч рублей мне это обойдется, дабы здесь ее обкатать еще раз вместе с вами. Как вы прекрасно понимаете, на просторах провинции гоняться со светофорами не особо здесь получится, придется ехать за город. Но я хочу вам показать, что в стоке Лада Веста Спорт действительно достойная машина. Стоит ли она свой миллион шестьсот пятьдесят? Если честно, я не уверен. Но, тем не менее, за эти деньги можно купить себе ту же самую Бэху за пятьсот восемьдесят тысяч. Там кузов Е-39 вроде как, или 34-й, можете меня поправить в комментариях. И типа Бэха тоже довольно-таки такая хорошая машина. Плюс стоит она в три раза дешевле. Ну и, как вы прекрасно понимаете, если ставить стейджи, то стейджи там обойдутся тоже в разы дешевле, чем на Весту. Потому что чем дороже у нас машина, тем дороже, ребята, у нас, ну и все, в общем-то, какие-то улучшения на нее. В целом, Веста мне нравится по управлению. Это далеко не самая плохая машина. При том, что действительно Веста Спорт едет лучше, чем обычная. Вот мы с вами чуть только что не окунулись в такое себе. Меня полностью устраивают издовые качества машины. Стоимостью миллион шестьсот это, в принципе, нормальные характеристики. По максималке давайте я вам покажу сразу в стоке, что она из себя покажет. Хотя это можно было посмотреть непосредственно, когда мы будем ее качать в тюнинг-салоне. Итак, ну, долго кочегарит. В принципе, надо полагать, что это все-таки не суперспорт какой-то. Это просто Лада Веста Спорт. И этим все сказано. Ну, слушай, по максималке, если будет даже две сотни, это будет уже неплохо. И пока 190. Долго кочегарит, понятное дело. Нужно немножко стейдж обратить в ускорение, и будет прям неплохо. 193 километра в час. Но в целом, ребята, для русского автопрома это запредельные скорости. Давайте будем реалистами. Типа можно, конечно, поставить какой-то ролиный движок и так далее, и так далее. Но это тоже другая история. И 193 километра в час, да, ребята, это максималка. Плохо или неплохо, не знаю. Кстати, вот я только что врезался, и на самом деле посмотреть, как коцается машина, тоже было бы неплохо. Ну, так-то да, ребята. Бампер, смотрите, сразу слетел. Казалось бы, ничего такого особенного с нами не случалось. Но по ремонту, наверное, обойдется прилично. Как правило, мы с вами это тоже тестируем. Ладно, меня устраивает, ребята. Это первая, можно сказать, русская машина, которую я покупаю вместе с вами. Я смотрю, чувак покупает зопоры, чтобы поставить туда номера. Ну, типа, почему бы и нет, каждый зарабатывает как может. Но мы, ребята, с вами приобретаем тачку. Смотрите как. Если мне по какой-то причине вдруг захочется ее продать, то я не буду ее продавать. Я ее разыграю между вас, ребята. Между игроков, которые пришли на провинцию и играют сейчас на шестом сервере вместе со мной. Я считаю, что для новичка такой подгон будет прям очень шикарный. То есть и по стоимости машина довольно-таки дорогая, чтобы вы понимали. Я на своей первой машине ездил именно за 580 тысяч и такое. Блин, я превышение скорости на 1 км в час получил, действительно. Да, блин, прикиньте. Не за, как говорится, метил, заболтался. Ну, ладно, это не так страшно. Итак, друзья, мы с вами находимся сейчас в тюнинг-салоне. И максималка здесь окажется 194 км в час. Хотя мы с вами визуально этого не увидели. Здесь довольно-таки хорошее управление 44 и ускорение 31. Поэтому сразу сходу давайте посмотрим. Да, тут пакеты тюнинга есть. Первый базовый стоит 85 тысяч. Я могу себе это позволить, это в действительности-то не такие уж и большие деньги. А потом в скорость, наверное, я буду кидать следующий пакет. Скорость будет 41. Хорошо. Ей действительно нужно немножко ускорения. Третий пакет уже стоит 400 тысяч. Я думаю, что это последний пакет, который мы в нее бросим. Потому что, смотрите, по максимальной скорости она не такая быстрая. Слушай, я даже не вижу смысла, если честно, в нем. Управление типа 62, но она и так неплохо рулится. Здесь управление точно не нужно. То есть этот пакет не подходит. На 2 км в час быстрее и ускорение на 1. Ну, вообще, бред. Баланс тоже бред. Хотя тут довольно-таки хорошее ускорение. И, слушай, тут действительно, если что-то и брать, то только, наверное, баланс. Потому что и максималка хорошая на скорости типа 218 км в час. Но это вообще того не стоит. Я так понимаю, что два пакета тюника здесь с головой хватает. Напишите в комментариях, кстати, что по этому поводу думаете. Вот, что мне хотелось посмотреть. И да, ребята, можно сделать, короче, золотой щелдик. Это так тупо смотрится. А почему меняется только знак лады? Это максимально странно, если честно. Да, меняется только значок лады. Очень тупо. Серьезно, очень тупо. Могли бы какой-то, не знаю, сталинг добавить, что ли. Просто чисто от себя. Ну, или хотя бы, чтобы вот эта вся морда менялась. Ну, типа, она не стоит, ребята, внимания. Шелдик менять смысла нету. Как вы прекрасно понимаете, я на это деньги тратить не буду. Небесно-голубое, пускай будет свет. Давайте мы с вами сделаем тонировочку на 30. Этого тоже вполне будет достаточно. Цвет сидушек красный. Слушай, тут даже салон, по сути, менять смысла какого-то прям такового нету. А диски, типа, покрасить можно было бы. Но, чтобы поставить, вообще-то, краску, да, нужно что-то поменять. А не, смотри, я прям на стоковое могу бахнуть. Вот такая вот красная линия, мне кажется, здесь будет смотреться неплохо. По поводу цвета, можно сделать, кстати, просто ярко-белый. Тоже, кстати, выделяется неплохо, мне нравится. Как говорится, экономно, по дешевочке. Ничего абсолютно, можно сказать, не потратив, мы немножко улучшили внешний вид. Если честно, думал, что сталинг будет смотреться прям топово. Я только ради этого ее брал и думал, что будет прям, ну, вообще козырно. Но, к сожалению, нет. Итак, друзья, оцените в комментариях вообще Lada Vesta Sport. Что вы вообще думаете по поводу русского автопрома. И напишите в комментариях, есть ли у вас в семье русская машина какая-то. Без разницы, какая. Просто, что бы вы чувствовали, если бы в семье, допустим, у вас была Lada Vesta Sport. Как вы прекрасно знаете, я снимаю с Дони. У Дони была такая машина. И, на самом деле, я ничего против вот именно Vesta Sport не имею. Против, кроме цены. Цена в два раза дороже обычной тачки, куда добавили просто какие-то бампера и, в принципе, все. Но, как бы, такое себе. Я так чувствую, что машина уже стала ехать действительно лучше. То есть, два пакета стейджа ей точно не будут лишними. Ну, и я так понимаю, что если тюнить ее на всю, то есть, если третий пакет 400 тысяч стоит, то последний, скорее всего, Lamp 100 где-то будет. Ну, или чуть-чуть поменьше. Но, тем не менее, кидать прокачку тачки, еще, типа, стоимость этой же самой тачки, это немножко как-то глупо. Но, я думаю, что никто бы этого делать не стал. Но, типа, габаритки работают неплохо. Посмотрите, вот так вот вообще прикольно смотрится без света, если конкретно дальнего. Что хочу сказать. Сейчас дадим углам. Сейчас разгонимся. В целом, ребята, опять-таки, машину покупала чисто русская тачка первая у меня, которая будет в гараже. И, я думаю, что пускай она там и остается, потому что, ну, вряд ли я буду выкатывать на ней каждый день. Кадиллак мне, конечно же, больше нравится. Но для разнообразия, там съездить куда-нибудь на рыбалочку на такой машине, в принципе, почему бы и нет. Как говорится, в деревне к бабушке самое оно, не на ламбе же кататься. Так, давайте разгоним максималку. Посмотрим, как она сейчас будет на максимальной скорости чувствовать. Я думаю, что... Ну, в целом, машина достойна внимания новичков. Опять-таки, если вам не жалко денег. Потому что за лямб 600 можно купить машины, ну, по интересу, понятное дело. Если не знаете, где информацию найти, провинция инфо есть в помощь вам, ребята. На сайте есть все тачки, которые у нас есть на проекте. Со всеми своими стандартными базовыми характеристиками. Ну, слушай, она явно стала ехать быстрее. Вот ей не хватало ускорения. С ускорением вот сейчас прям вообще топ. 203 километра максималка. Я считаю, что этого вполне достаточно. Типа, у меня был и Чирон, и LaFerrari, и другие ребята-тачки, типа, как McLaren. Да, я летал по 300. Да, я летал там почти по 400. Но, а в чем смысл? Едешь ты в два раза быстрее. И если куда-то врежешься, в два раза быстрее будешь получать ущерб. Ну, такой себе. Так, поворотик. Ну, слушай, хорошая Веста. Действительно. Ей по управлению хорошо. И по максималке, типа, это немного. Это баланс. Прям идеальный баланс. И машина, я считаю, что получилась у разработчиков вполне хорошей. Что ж, пиши в комментариях. Хотел бы Весту себе. Если будет слишком много комментариев, думаю, мы ее среди вас и разыграем. Потому что ролики снимаются тоже специально для вас, друзья. Играйте вместе со мной. Качайте игру в описании. Водите мой промокод ЮричТопГейминг. И на шестом сервере увидимся. Обязательно кайфуйте, играйте. Всем спасибо. Всем пока.